Быть или не быть, вот в чём вопрос. Какая-то в державе датской гниль. Весь мир театр. В нём женщины, мужчины, все актёры. Мы созданы из вещества того же, что наши сны. И сном окружена вся наша маленькая жизнь. Коня! Коня! Корону за коня! Дальнейшее молчание. Живой Шекспир Фильм Клауса Бреденброка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая фолио 1623 года. Роскошное, искусно сделанное издание формата Библии Гутенберга. Этот экземпляр — гордость Кёльнского университета. В 1960 году университет заплатил за него 425 тысяч марок. В наши дни её оценивают в миллионы евро. В книгу вошли 36 пьес. Имя автора на титульном листе — Уильям Шекспир. Возможно, это ещё одна великая роль в грандиозной исторической пьесе. Какой же суд мне страшен! Венецианский купец Быть или не быть Гамлет Мой дух, ты точно устроил бурю, как приказ был дан. На королевский я напал корабль. Последний шедевр Шекспира — буря. Меня зовут Макбет. Набад! Набад! Измена и убийство! Живи, Макбет! Живи, Макбет! Живи, король шотландский! Не озаряя высокий пламень звёздный, Моих желаний сумрачные и бездны. Будь здрав, Макбет! Будь здрав, Макбет! 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 Уильям Шекспир. Фильм романа Полански. Многие исследователи считают, что все пьесы были созданы с 1590 по 1610 годы и строят следующую конструкцию. Во-первых, Шекспир никогда не работал более чем над одной пьесой единовременно. Во-вторых, будто бы он никогда не исправлял готовых пьес. Следовательно, каждый год выходила одна комедия и одна трагедия. Я не думаю, что все эти предположения истинны. У нас нет свидетельств, позволяющих точно датировать какую-либо пьесу каким-то конкретным годом. Издание тысячи экземпляров первого фолио было оплачено английскими аристократами Уильямом и Филиппом Гербертами. Писатель Бен Джонсон – автор вступительного Панигирика, памяти моего любимого автора, мастера Уильяма Шекспира и о том, что он оставил нам. Разоблаченный Шекспир хотел бы знать, как изменился мир. Но есть законы мироздания. И кто теперь на сцене? Он знает, что остался без витрил. Корабль дураков Но как исправить? Как исправить Ошибку человека? Что сделает его свободным? Заставит потерять и обрести Разоблаченный Шекспир Он ходит среди нас по улицам знакомым Он ходит среди нас, как тень Как дым Помню, как родилась эта песня. Я только приобрел новую 12-струнную гитару Риккенбеккер и сидел тихонько перебирая на ней струны. Несколько аккордов сложились в мелодию, и разоблаченный Шекспир, такое складное словосочетание, так и вертится на языке. Звучит потрясающе Потому что в нем есть двойной смысл Разоблаченный Слышите? И я подумал Итак, у меня есть Хорошая идея для песни Осталось дописать текст И когда я писал текст, я подумал Минуту, еще одна отличная мысль Кто такой разоблаченный Шекспир? О ком это сказано? Разоблаченный Шекспир Разоблаченный Шекспир Шекспир витает в воздухе Он часть атмосферы, как кислород Я подумал, это забавная идея Показать Великого Бессмертного Барда Лишенному одежды И показать Что он такой же человек, как мы У Боба Дилана есть строчка Даже президенту Соединенных Штатов Иногда приходится раздеваться А значит, и лебедь Эйвона Вынужден разоблачаться Я преподаю в университете Уорик Рядом со Стратфордом на Эйвоне Но я ни в коем случае не исследователь Шекспира Я почитатель, но не специалист Недавно мне довелось работать в университете С американским драматургом Адриано Шаплином Он сказал мне Отношение англичан к Шекспиру Носит характер некрофилии Мне эта фраза показалась забавной Понимаете, в ней есть доля правды Это уже часть рынка, целая индустрия Уверен, вы понимаете, как все избито и опошлино Шекспир сегодня — это кружки, футболки, сувениры Это изображение барда со смешной прической В середине XVI века в городке Стратфорд Проживало всего около полутора тысяч жителей В XVIII веке актер Дэвид Гаррик Организовал памятное мероприятие в честь Шекспира Настоящая дата появления на свет, которого неизвестно Есть лишь запись о его крещении 26 апреля 1564 года Позднее даты рождения автора утвердили 23 апреля День святого Георгия, покровителя Англии Совпавший с днем смерти Шекспира Теперь Стратфорд каждый год привлекает Более двух миллионов туристов В том числе писателей с мировым именем Первые изображения человека из Стратфорда Датируют 1623 годом Годом публикации первого фолио В Стратфордской церкви Святой Троицы Где покоится Шекспир На седьмой год после его смерти установили бюст И мемориальную плиту Есть основания считать, что ныне существующий бюст Отличается от оригинала На первой гравюре с изображением мемориала Шекспир держит подушку или знаменитый мешок шерсти В 1747 году был установлен новый бюст автора С гусиным пером и листом бумаги в руках Он и сохранился до наших дней Существует множество различных изображений Шекспира Но нам не известно ни одного прижизненного Я повсюду слышал Вот человек из Стратфорда по имени Уильям Шекспир Поэтому я проверил всю запись о нем И обнаружил, что он был крещен именем Уильям Шекспир Конечно, это могла быть ошибкой Но затем я нашел записи о его семи братьях и сестрах И всех их крестили как Шекспир На могиле его матери написано «Мэри Шекспир», его отец Джон Шекспир Трое детей автора и его внук также были Шекспирами Я не нашел ни одного упоминания фамилии Шекспир В семейных записях Возможно ли, что Шекспир и Шекспир – это два разных человека? Дискуссия на эту тему вышла за пределы Британии Может быть, фамилия Шекспир всего лишь псевдоним? Можно найти много занятных моментов в исследовании шекспировского вопроса Почему он волнует стольких людей? Почему интерес к этой проблеме не угасает уже два, а может и четыре столетия? И почему научное сообщество так упорно отвергает ее, считаясь смехотворной? Я уверен, что появление таких спорных моментов в истории культуры чем-то оправдано И чем больше я погружался в исследование этого вопроса, тем больше я убеждался, что он заслуживает внимания ученых Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс «Года жизни» 1835-1910 Это настоящее имя Марка Твена Его труд «Умер ли Шекспир?» усилиями канадского актера Кейра Катлера Трансформировался в моноспектакль, наполненный скепсисом относительно жителя Стратфорда Уильям Шекспир родился в апреле 1564-го Его родители не были способны ни читать, ни даже поставить подпись Он родился в Стратфорде, неухоженном, забытом богом поселении с низким уровнем грамотности Где многие представители городской власти вынуждены были ставить крестик в качестве подписи на бумагах, потому что не умели писать свои имена Ничего не известно о первых 18-ти годах его жизни, их словно не было 27 ноября 1582 года Уильям Шекспир получил разрешение на брак Сэн Уэтли На следующий день у него уже было другое разрешение на брак Сэн Хэтэуэй В итоге Уильям Шекспир женился на Эн Хэтэуэй И его выбор, вероятно, легко объясняется Через шесть месяцев у него родился первый ребенок Миновали еще два года, в течение которых ничего не происходило Затем рождение близнецов Февраль 1585-го, два года неизвестности В 1587 году Шекспир уезжает в Лондон, оставив семью в Стратфорде Снова пробел пять лет Этот период в жизни Шекспира не ознаменовался ничем В 1592-м есть упоминание об актере Шекспире В следующем году его имя появляется в списках актеров Затем 1610-й, 11-й, 12-й, 13-й Шекспир возвращается в Стратфорд, чтобы уже не покидать его Последние годы жизни он занимался ростовщичеством Продажей недвижимости и увиливанием от кредиторов Которым задолжала семья в его отсутствии Ростовщик сам ставший добычей процентщиков В 1616 году он составил завещание, поставил на всех его страницах Разные подписи и вскоре умер Таковы факты Современное телевидение для всей семьи Это пакет любимых каналов в отличном цифровом качестве Вы получаете больше, чем ожидали Яркие, живые впечатления Прогулки по всей планете Высокие технологии и научные эксперименты Тайны прошлого и открытия настоящего Любимые герои лучших фильмов России Захватывающие истории И сильные чувства Увлекательные шоу и добрый юмор Самые зрелищные бои настоящих мужчин Горячие страсти большого спорта И все это здесь и сейчас В вашем доме Цифровое телевидение ВГТРК Подключайтесь всей семьей На надгробии в церкви Святой Троицы Не указано его имя А посредственные стихи в эпитафии Едва ли принадлежат перу великого поэта Друг, ради Господа не рой останков Взятых всей землей Не тронувший блажен в веках И проклят тронувший мой прах Сохранилось около ста документов Касающихся его сделок Это документы некоего главы семейства Из Стратфорда по фамилии Шекспир Связанные С его завещанием Предоставлением суд Покупкой земель И приобретением надворотного дома У монастыря Блэкфраерс В Лондоне И во всей этой сотне бумаг и документов Нет ни строчки, имеющей отношение к писательству Или к изданию произведений Я искала любые свидетельства Актерской и писательской деятельности Шекспира Меня посещала мысль, что 400 лет большой срок И, возможно, записи об авторах той эпохи Не дошли до наших дней Тогда я стала читать биографию Джорджа Пилла В ней было упоминание о книге, по которой он учился в школе Сохранилось его письмо лорду Бёркли С просьбой о покровительстве Есть сведения о том, как он пытался продать свои стихи И какие произведения ему заказывали И так пришло понимание, что документы, имеющие отношение к карьере писателя Не исчезают бесследно В итоге я просмотрела биографии Двух десятков писателей-современников Шекспира В большинстве своем почти неизвестных современному читателю И обнаружила массу доказательств того, что я называю уникальный творческий след Это достоверные источники, возникшие при жизни авторов Они содержат конкретную и недвусмысленную информацию О развитии их писательской карьеры Мне оставалось сравнить эти отголоски прошлого С тем, что оставил после себя Шекспир И я пришла к выводу, что Шекспир Единственный человек той эпохи, которого мы почитаем Как великого автора, имея на руках лишь посмертные отзывы о его таланте Это уникальный случай Вы не найдете второго такого автора, не оставившего при жизни никаких подтверждений Своей литературной деятельности Пьесы поражают обширностью знания автора В наши дни они остаются в списке самых популярных театральных и кинопостановок Полное собрание сочинений, приписываемых Шекспиру, насчитывает 38 пьес И большой объем поэтических произведений В том числе цикл из 154 сонетов Его словарный запас впечатляет Он составляет 17750 слов И включает как разговорные выражения Так и специфическую судебную лексику Книги, которые должен был читать такой образованный человек Стоили дорого и редко встречались Как, например, учебники анатомии Которые автор явно использовал А часть информации, которую он владел Просто невозможно было получить в Англии в то время Представьте, что вам необходимо быть специалистом во многих областях знания Военное дело и морская навигация, садоводство и соколиная охота В текстах мастерски используется опыт этих знаний Это не просто пересказ Он использовал юридическую лексику не так, как, скажем, Бен Джонсон Который пользовался словарем Этот человек отлично знал право В США в 850 судебных делах Приведены цитаты из Шекспира На втором месте Джон Мильтон Его цитаты есть в 57 делах Примечательно, как часто действие самых его злободневных произведений Разыгрывается в Италии Венеция, Милан, Падуя, Верона В общей сложности стали сценой для десяти пьес По-видимому, автор сознательно не переносил действия в Англию Чтобы не подвергать себя лишним нападкам Для путешественника XVI века, следующего из Северной Европы в Италию через Альпы Первым городом на пути после перевала Бреннер оказывалась Верона Здесь разыгрывается трагедия о запретной любви Ромео и Джульетта Она, как и многие другие итальянские пьесы Содержит много удивительно точных сведений о Вероне Американский автор Ричард Пол Роу Тщательно исследовав этот парадокс, сделал ряд неожиданных открытий Мой отец много читал о Шекспире еще в молодости Ему казалась подозрительной биография писателя Этот вопрос не давал ему покоя много-много лет Он всегда хотел детально изучить его Когда ему позволили финансы, он стал систематически исследовать итальянские пьесы Шекспира Он внимательно искал в тексте Ромео и Джульетты упоминание всего одного слова И объяснил мне, если я увижу те самые платаны в пьесе, я буду знать, что моя работа закончена В тот час, когда хранители Востока В восходу солнца открывают двери За городом бродил я одиноко И там, в тени платановых деревьев У западных ворот его я встретил Хотел позвать, но он меня заметил И растворился в сумраке лесном Платаны – местная особенность, упомянутая в трагедии Так случилось, что эта деталь не встречается больше ни в одном литературном описании истории Ромео и Джульетты Тем не менее, она встречается у Шекспира По сей день можно увидеть платаны, растущие у порта Палео – западных городских ворот История Ромео и Джульетты известна в Вероне с 14 века И упомянута в части «Чистилище божественной комедии Данте» Это первый письменный источник, в котором упомянута эта история Данте писал «Приди, беспечный, кинуть только взгляд» Он называет фамилии Данте посетил Верону в 1303 году, в год смерти Ромео и Джульетты Как это указано в городских архивах В Италии, Франции и Англии существует много версий истории двух влюбленных Вероятно, они были известны автору Ромео и Джульетты Первая история написана в 1531 году Матео Банделло из Вероне Чуть позже похожие события описал Луиджи Дапорто из Веченца В новелле новонайдена история двух благородных влюбленных И их печальной смерти, произошедшей в Вероне Ромео и Джульетта От века к веку Классическая история Стоит вне времени Как и сама любовь Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта Когда ненависть между Монтекки и Капулетти вспыхивает на публике Монтекки вызывают на суд герцогу Эскалу Со мной идите, старые Капулетти Монтекки, выприте должны сегодня, чтобы нашу волю выслушать в дальнейшем к нам в Вилло Франку, где мы суд вершим Речь идет о коммуне Вилло Франка де Верона и замке Скаллигер, построенном в 1202 году Он находится недалеко от Вероны и когда-то был резиденцией семьи Делла Скала От фамилии которой образовано имя герцога Эскала В 1302 году, когда произошла трагедия реальных Ромео и Джульетты Семья Делла Скала находилась на вершине власти Мало кто из туристов посещает Верону, руководствуясь литературоведческим интересом к шекспировскому тексту Однако из романтических побуждений многие хотят очутиться под балконом дома Джульетты Верона, четвертый по посещаемости туристический центр Италии после Рима, Флоренции и Венеции Туристы не догадываются, что балкон был установлен в 1936 году, когда сюда приехала американская съемочная группа А Джордж Кьюкор снимал первый художественный фильм о Ромео и Джульетте Позднее хранитель исторического наследия Вероны Антонио Авена убедил горожан И в доме Джульетты открыли музей Шекспира Каждый год на имя Джульетты приходит около пяти тысяч писем со всего мира Первое адресованное могиле Джульетты было получено в 1930 году смотрителем кладбища С тех пор поток писем не прекращается Мы организовали группу волонтеров, которая старается отвечать на разных языках Итальянском, немецком, французском, английском, испанском, португальском, китайском, японском Вы уже являетесь абонентом Триколор ТВ И вот какие возможности открываются перед вами Специально для киноманов мы предлагаем замечательный пакет Кинозалы Пакет Кинозалы позволяет смотреть любимые фильмы в удобное время И что очень важно, без перерывов на рекламу Подключив такой пакет, вы будто бы оказываетесь в огромном кинотеатре с двумя десятками залов В которых каждые полчаса начинается новый фильм Кинозалы от Триколор ТВ обойдутся вам всего 500 рублей в год Позвоните нашим дружелюбным операторам и закажите кино на дом Триколор ТВ – стандарт современного телевидения Как приятно, что Триколор ТВ смотрят не только взрослые, но и дети Триколор ТВ очень любит своих маленьких зрителей Дорогие друзья, специально для вас мы придумали детский пакет, состоящий из самых настоящих детских каналов Целый день они показывают смешные мультики, увлекательные детские фильмы Да, еще, конечно, интересный обучающий программ Родители могут быть спокойны Волшебные сказки и добрые герои благотворно влияют на каждого ребенка Да и цена за душевное спокойствие совсем не высока 500 рублей в год Сегодня пакет детский доступен во многих регионах нашей страны Триколор ТВ – стандарт современного телевидения Я знаю, что вы любите смотреть Триколор ТВ А знаете ли вы, что Триколор ТВ теперь можно еще и слушать? Среди наших абонентов немало поклонников радио Специально для вас мы отобрали лучшие радиостанции страны и создали так называемый радиопакет Вы можете получить круглосуточный доступ к любимым радиопрограммам Репортажам и музыке самых разных стилей И все это, конечно, в отличном цифровом качестве Стоимость радиопакета невелика всего лишь 500 рублей за целый год Наслаждение любимыми радиостанциями Узнайте больше о радиопакете прямо сейчас И добавьте радио в свой телевизор Триколор ТВ – стандарт современного телевидения Верона – место действия еще одной пьесы комедии «Два веронца» Это история двух лучших друзей Валентина и Протея Валентин покидает город, чтобы попытать счастье при дворе миланского герцога Простимся здесь, любезный мой Протей Пиши в Милан почаще, сообщай мне И о твоей любви и обо всем, что здесь в мое отсутствие случится Я также буду обо всем писать Оба юноша простились с отцами на пристани Что это значит? И как два веронца добирались из Верона в Милан? Как они проделали этот путь? В северной Италии 16 века безопаснее всего путешествовать можно было по воде Корабль, на борту которого есть предгорные и стража – настоящая крепость На суше, лишь внутри городских стен, можно было не бояться нападения разбойников Система каналов связывает реку По с реками Адиджи, Адда и Бренда И на лодке двум юношам несложно было проделать путь из Вероны в Милан Мой отец читал очень много классической литературы И пришел к выводу, что реки и каналы играли огромную роль как транспортные магистрали В своей книге он пишет, что Милан был ключевым морским портом Италии вплоть до 1958 года Где встретимся мы с вами? У фонтана Григория Святого В добрый путь Фонтан Святого Григория рядом с бывшей больницей Милана В XVI веке сюда приносили жертв эпидемий На смертном Адре они могли послушать мессы, которые проводились для больных в церкви Санта-Мария-Санита В 1576 году чума унесла 16 тысяч жизней Парк, разбитый вокруг церкви Сан-Джорджо, стал братской могилой И получил репутацию дурного места, слишком зловещего для ночной встречи До наших дней сохранилось несколько помещений И сегодня их использует русская православная община Драматург знал все эти нюансы Его герои говорят о платанах, о церкви Санта-Мария-Санита, о больничных палатах Я по себе знаю, как увлекательно было находить все упомянутые автором объекты Замок династии Сфорца Правивший Миланом в XVI веке в качестве регентов испанской короны Некатоликам здесь было тяжело находиться в период соперничества между Испанией и Англией Эти политические перипетии захватили воображение Ричарда Пола Роу Мой отец тщательно скрывал все связанное с этим проектом Он считал свои открытия касательно итальянской истории столь революционными и интересными Что опасался воровства идей Работая над своей книгой, он вложил в нее все свои мысли, всю энергию Она была смыслом его жизни Закончив свой труд, он умер Водные артерии Северной Италии сегодня больше не являются транспортными путями Автомобили заменили людям речные суда Городок Сабионета к югу от Мантуи имел особое значение для любителей театра В наши дни он признан объектом всемирного наследия Его основал кондотьер Веспасиано Гонзаге, мечтавший построить идеальный город эпохи Возрождения Между 1588 и 1590 годами здесь возвели здание театра Это был первый регулярный театр в Италии 16 века Он не являлся частью уже существующего здания И представителям знати приходилось покидать свои замки Чтобы посмотреть представление в отдельном зале Зал больше подходил для выступлений местной театральной труппы Нежели для заезжих артистов И впервые на сцену наряду с актерами-мужчинами Вышли актрисы Исполнители могли, именуя рампу Сойти со сцены прямо в зал Вовлекая в действия зрителей Появилась возможность Импровизировать в традициях комедии дель арте Театр Алантике – образец античного классического стиля Искусство и культура древнегреческой эпохи Были признаны эталонными в период итальянского возрождения Очень быстро Себюнетту прозвали «маленькими афинами» Во многом благодаря статуе Афины Паллады Установленной в центре городка На главной площади возвышается дворец Кондотьера Веспасиано Гонзага, состоявший на службе у испанского короля Был типичным представителем эпохи Возрождения Образованный, открытый наукам и искусству правителем Ричард Роу предполагает, что комедия «Сон в летнюю ночь» Была задумана именно здесь, в маленьких Афинах И храм, упомянутый в тексте, на самом деле церковь при мавзолее Гонзага Которую все в городке называют просто храмом Актеры в Гамлете ставят пьесу «Убийство Гонзага» Повествующую о ревнивом Гонзагу, убившем свою жену Также «Сон в летнюю ночь» содержит упоминание о герцогском дубе Сегодня это местное название северных ворот Сабьенетты Место встречи плотника Клина и ткача Мотка Очевидно, что автору очень близка по духу Венеции Трагедия «Отелло» и трагикомедия «Венецианский купец» Повествуют о событиях в этом городе Обе пьесы были экранизированы несколько раз И имеют рекордное количество театральных постановок по всему миру Драматург демонстрирует прекрасное знание города Одна из ключевых сцен венецианского купца происходит на мосту Риальто Где Шеллок ведет переговоры о суде с аристократами Бассанио и Антонио Евреи были выселены из Англии в 1290 году И лишь немногих впустили в страну в 1492 году Когда евреев изгнали из Испании У венецианского купца есть предшественник Пьеса «Мальтийский еврей» Кристофера Марло Главные герои обоих произведений Ростовщики, дочери которых исчезают вместе с деньгами своих отцов Посмотрите, как точно описан дом Шеллока Вот и навес тот самый и тут Лоренцо назначил ждать Слово «пентхаус» — «навес» — встречается в произведениях Шекспира только дважды Энциклопедия Британика определяет его как пол, лежащий на опорах В венецианском гетто есть лишь одно здание такого типа, и раньше в нем находился банк Просто невероятно, как много он знает о стране Читая его пьесы, вы совершаете путешествия по Италии В его произведениях столько деталей Маршруты, названия, местечковые выражения, которые совсем не известны в Англии Все это вошло в тексты как неотъемлемая часть его личного опыта Бергли Хаус, резиденция лорда в Бергли, недалеко от Стамфорда в Линкольншире Это сельский замок одного из ближайших советников королевы Елизаветы I Несколько судьбоносных для Англии решений было принято именно здесь Построенный в 1585 году, дворец остался символом влиятельного семейства Елизавета I была младшей дочерью Генриха VIII Она стала королевой в непростой период для страны Сельское дворянство, протестанты-джентри захватили земли, принадлежавшие католической церкви Усугубив экспроприации, проведенные Генрихом VIII Папу Римского не устраивало такое положение дел Он отказался признавать протестантскую церковь Англии Поддерживаемую королем-женоубийцей Генрихом VIII Рим выступил против вступления Елизаветы на престол Критической проблемой стало заявление Папы Римского о том, что Елизавета более не королева Ее необходимо устранить Она не может носить корону, так как она не образцовая католичка И больше не находится под защитой Папы Напряжение усиливалось Отношения между Англией и Испанией стали неустойчивыми Предпринимались попытки выдать Елизавету замуж за высокопоставленных персон разных стран Елизавета I взошла на престол в 1558 году в возрасте 25 лет С этого момента Уильям Сесил, получивший титул Лорда Бергли в 1571 году Стал самым преданным союзником королевы и занимал высочайшие посты в государстве Статья об Уильяме Сесиле в словаре национальных биографий гласит, что Жизнеописание Сесила между 1550 и 1590 годами и есть история Англии Он принимал участие во всех государственных делах и пользовался неограниченной властью при дворе Елизаветы Сначала он поддерживал Марию Кровавую И один из немногих сумел не попасть в опалу и сохранить свою жизнь, когда Елизавета взошла на престол Сесил действовал последовательно и смог внушить доверие новой королеве Он потратил более 20 лет на то, чтобы убедить Елизавету в необходимости казни своей кузины, королевы Шотландии, Марии Стюарт Он сам составил текст приказа и принес его королеве на подпись Елизавета в любой момент была готова изменить решение Однако Сесил с приказом срочно выехал из Лондона в замок Фоттеренгей, где Марию содержали под стражей И на следующий день ей отрубили голову Только представьте себе, какое влияние оказал этот человек на ход английской истории Он вынудил королеву пойти на это убийство Казнь Марии Стюарт обострила конфликт между Англией и католическими странами Европы Бергли инициировала развитие целой шпионской сети Путешествие на континент для англичан стало небезопасным предприятием Представьте, что вы образованный молодой человек, скорее всего аристократ, и путешествуете по Европе По возвращении на родину первым делом вам необходимо отчитаться о поездке самому Сесилу Его агентам или сэру Уолсингему, еще одному гению шпионажа Вас будут спрашивать о том, что вы делали, что видели, с кем встречались, что происходило на политической арене, какие скандалы разыгрались И вы предоставите им сведения обо всем МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выстрел, изменивший историю России Человек – это существо по образу и подобию Божию История покушений на царскую семью Это было ориенционным шагом в то время Жертвы полицейского произвола или политические фанатики Хронология русской революции В документальном фильме «Государственник» на телеканале «История» Лорд Бергли тщательно сохранял всю информацию, касающуюся интересов короны И в его замке в Бергли-хаус у него была обширная библиотека Лорд знал несколько языков и постоянно собирал сведения обо всем, что происходило в мире Вероятно, Уильям Сессил работал по 17-18 часов в день Источники подтверждают, что в его ведении находились и мелочи вроде посольских дорожных расходов и важные государственные дела Атлас Европы, который лежит передо мной, стал для него настольной книгой Это карта Франции, Галлии Подробно изображено побережье А на обратной стороне Сессил записал все порты и крупные города Бордо, Байона, Нант Вот дорога на Булонь, Кале, Дьеп И рядом с названиями портов он отметил, кто командует гарнизоном Какова возможная численность войск Все эти сведения могли пригодиться Сессилу только в случае войны с Францией Первое время литературу веды видели в лорде Бергли прообраз Полония Персонажа трагедии Гамлет, принц датский Как и лорд Бергли при английском дворе Полоний был тайным советником При дворе датского принца Как и у Бергли, у Полония был сын, которому он давал наставление Пристрастия английского лорда были при дворе известны многим Но как получили огласку подробностей происходящего в Бергли-хаус? Замок Хэддингем в Эссексе Здесь в 1550 году родился Эдуард де Верн 17-й граф Оксфорд был представителем древнейшего дворянского рода в Англии После смерти отца мальчик воспитывался в доме лорда Бергли до наступления совершеннолетия Затраты на обучение записывались на счет графа Оксфорда Портрет в возрасте 12 лет после смерти отца Он был праздным аристократом и обладал мало кому доступными возможностями В его библиотеке были греческие трагедии в оригинале без перевода на латынь И он свободно цитировал их Стараниями лорда Бергли, преподавателем Эдуарда де Вера Стал выдающийся ученый того времени сэр Томас Смит Эрудит из Кембриджского университета Он был доверенным лицом королевы Елизаветы Сэр Томас Смит являлся самым просвещенным умом Англии И собрал лучшую библиотеку в стране Соперничать с ним в этом мог только лорд Бергли Ставший для Оксфорда вторым отцом Сэсил инициировал брак своей дочери и де Вера Не вполне осознавая, насколько неуживчивым человеком окажется де Вера Семейная жизнь бедной Анны была ужасной Наверняка Сэсил винил себя за то, что обрек дочь на такую жизнь В 1920 году Эдуард Эвер впервые был назван возможным автором произведений Опубликованных в 1623 году Джон Томас Луни в книге «Идентификация Шекспира» Заявляет об окончательном решении этого вопроса В 2010 году немецкий режиссер Роланд Эмерих взялся за создание фильма На студии Бабельсберг в Потсдаме была воссоздана атмосфера Елизаветинского двора В фильме «Аноним» граф Оксфорд, без сомнения, автор произведений, опубликованных в 1623 году под именем Уильяма Шекспира По версии режиссера, это лишь псевдоним писателя, пожелавшего остаться анонимом Этот фильм не лишен смысла Да, его нельзя назвать историческим, но это и не было целью режиссера Я с удовольствием посмотрел увлекательное и качественное кино, похожее на историческую игру А смысл этого фильма в том, что он ставит вопрос о личности Шекспира перед массовой непросвещенной аудиторией По существу в нем не так уж важен сюжет и идеологи героев Важен подтекст, сама идея, сомнение в том, что Шекспир был автором этих пьес В Елизаветинской Англии наибольший успех на сцене имели злободневные темы Как в придворных театрах, так и в публичных В том числе и в лондонском театре «Глобус», открытом в 1599 году Позднее он был уничтожен пожаром, но в 1997 году по частной инициативе была построена точная копия театра Я дворянин, командуя отрядом А ты? Такой же дворянин, как император Так значит, ты знатнее короля? Король? Миляга, золотое сердце Проворный парень и любимец славы Он родом знатен, кулаком силен Башмак его целую грязный Сердцем люблю Буяна Как тебя зовут? Гарри Леруа Леруа, должно быть корнуэлиц ты Ты корнуэлиц, говори Нет, я уэлиц Так фигу получай От театров много бед Воры, угонщики лошадей, распутники Там они творят бесчинство на горе нашему Господу Всемогущему И к неудовольствию подчиненных Ее Величества Я смиренно прошу разрешения на закрытие всех мест, где театральные действия собирают зрителей Подписано лорд-мэр Лондона 3 ноября 1594 года Неудивительно, что фамилия Шекспир появляется как раз в это время В Елизаветинской Англии пытали больше людей, чем в Испании во времена Инквизиции Томас Китт, автор испанской трагедии, арестован, подвергнут пыткам за ересь Был выпущен из тюрьмы и вскоре умер Кристофер Марло, автор доктора Фауста, обвинен в атеизме, убит при подозрительных обстоятельствах после вызова на допрос Бен Джонсон, автор комедии Вальпоне, трижды помещался под арест из-за своих текстов Драматурги Томас Нэш, Джордж Чапман, Джон Марстон, все были заключены в тюрьму Оставаться анонимным писателем в эпоху Елизаветы было очень мудрым решением Вне общественных театров организовывались частные выступления для дворян Преимущественно в лондонских юридических корпорациях, известных как судебные инны Например, адвокаты в Грейс Инн регулярно ставили пьесы Эта традиция жива и в наши дни Мы постоянно организуем представления во всех иннах Самое знаменитое действо — первая постановка комедии «Ошибок» Шекспира, которая была разыграна прямо в этом здании в 1594 году Вечер закончился довольно бурно Несколько шумных визитеров пришли из другого инна А пьеса после этого еще долгое время носила название «Ночь ошибок» Во времена Елизаветы четыре инна в совокупности представляли собой третий университет наряду с Оксфордом и Кембриджем Я предполагаю, что власть тогда успешно удерживалась в руках 300 семейств И каждая из этих семейств отправляла старшего сына в Инн обучаться хорошим манерам и умению держаться в обществе У нас висят портреты многих людей, занимавших видное положение, но никогда не выступавших в суде и не работавших адвокатами Граф Оксфорд также получил юридическое образование в Грейс Инн Позднее там преподавал выдающийся ученый своего времени сэр Фрэнсис Бекон В Грейс Инне установлен памятник этому знаменитому представителю английского возрождения Мало что осталось от его загородного дома рядом с городком Сент-Олбанс Но его труды и сегодня актуальны и продолжают издаваться Что меня по-настоящему вдохновило, когда я впервые познакомился С работами Бекона, это его наставление молодым философам и художникам Созерцать природу Может быть он и не автор этих пьес, но человек, написавший их, непременно был вдохновлен этим призывом Примечательное понимание человеческой природы в пьесах Оно гораздо тоньше, чем у других авторов, современников Шекспира Практически все исследователи и эксперты провели ниточку от Шекспира к Бекону Бекон был известным юристом, писателем, философом и театралом Мастерски владел греческим, латинским и несколькими европейскими языками Он называл себя тайным поэтом Шекспир – важная составляющая английского самосознания Недавно был проведен социологический опрос Что является для англичан поводом для гордости своей страной? Самый распространенный ответ – Шекспир По-моему, это лучший показатель отношения англичан к своему автору И сложно представить, что кто-то решит Не спровергнуть авторитет национального героя Я рад, что нам дополвенно неизвестно, кто автор этих пьес Я настолько расширил свои познания, пытаясь выяснить что-то об авторе произведения О личности Шекспира Это удивительный опыт Я говорю об автобусных экскурсиях к замку Хэддингем, где жил Оксфорд Поездки в Горхэмберри, где жил Бэгган Уилтон Хаус, дом Мэри Сидни Поймите, очевидно, на него просто палчает и выбор Я абсолютно уверен в этом Не нужно быть антистратфордианцем Человек из Стратфорда навсегда останется тем, чьей фамилией почему-то подписался автор Может, он и был автором? Но я сомневаюсь Однако он был назван автором, и это вошло в историю Он сыграл свою роль «The naked Shakespeare comes back to haunt the neighborhoods he knew Comes back as a vapor, as a fume He made his best mistakes here Yeah, but now the fabric comes unglued And that spells his doom На русский язык фильм дублирован компанией Videofilm TV Субтитры создавал DimaTorzok